Предсказание Ванги на 2022 год для России и всего мира. Болгарская предсказательница Ванга одна из самых знаковых провидец последних столетий на всем постсоветском пространстве. Ее пророчества поражали своей точностью и детальностью еще при жизни и не перестают удивлять после смерти. Тема нашего сегодняшнего материала «Предсказание Ванги на 2022 год для России и всего мира». Дословно и с комментариями специалистов. При жизни к ее советам обращались политики, ученые, звезды и немало простых людей. Она помогала всем и всегда говорила правду без утайки. В нашей статье вы найдете календарь предсказаний Ванги по годам и коронавирусе, Путине, мировой войне, Европе, Украине, США и так далее. До нашего времени дошло довольно много ее предсказаний, поэтому постараемся выбрать только те, что кажутся наиболее интересными и достоверными. Предсказания в 2022 году настают непростые времена и перемены. Ванга была однозначно в своих утверждениях относительно текущего столетия. В 2022 году Россию ожидают сложные времена. Настанет время перемен. Бабка Ванга считала, что год станет переломным в жизни всего мира. Те, кто смогут найти в себе силы двигаться вперед, смогут решить все свои проблемы. Это касается не только каждого отдельного человека, но и мира в целом. Что подразумевала под этим высказыванием болгарская предсказательница? Сказать сложно. Однако уже сейчас мы наблюдаем не самую лучшую картину в международных отношениях между странами. Потери духовности. Проведица предсказывала рост потребления и полную потерю духовности человечеством. Люди слишком зацикливаются на материальном аспекте жизни. И все меньше думают о нравственности и вере. Родители забудут о своих чадах в попытках заполучить материальные блага, стать известнее и богаче. Человеческий эгоизм достигнет поистине огромные масштабы. Спасение будет найдено в вере, которая направит на верный путь и освободит от оков материального мира. Деньги выйдут из обихода. Именно в 2022 году деньги практически полностью исчезнут из обихода. Их полностью заменят цифры. В словах проведицы сомневаться не приходится. У каждого есть банковские карты и наличные деньги. Уже не то, что нужно всегда иметь при себе. А появление и развитие криптовалют и вовсе станет под вопрос существования денег вообще. Быть может однажды всему миру придется перейти на некую новую единую виртуальную валюту. Именно к этому все и идет. Поэтому ее слова не кажутся абсурдными или несбыточными. Человек, который подарит покой. Однажды во время очередного приема Ванга сквозь упомянула, что примерно в 2022 году появится человек, который сможет объединить весь мир и подарить земле покой. Что имела в виду провидица, сказать очень сложно. Вероятно всего она говорила о проходе к власти какого-то нового политического лидера. Но сказать наверняка, кто именно это будет, нет никакой возможности. И нам остается лишь гадать. Дешевая и чистая энергия. Примерно в 1995 году Ванга сделала еще одно сенсационное предсказание. Человечество изобретет новый чистый источник энергии, который поможет забыть о старых грязных источниках вроде угля или газа. В тексте предсказаний она говорила, что источник энергии не будет уступать по своим силе солнцу. По всей видимости речь идет о термоядерной реакторе. Что в итоге? Однозначно можно сказать только одно. Ванга не пророчила миру каких-то глобальных перемен или потрясений. Несмотря на будущий коронавирус, о котором Ванга дала весьма смутное предсказание, серьезных войн можно не опасаться. Вероятнее всего вскоре все вернется на круги своя. Мы научимся жить и справляться за болезнью и обратимся к вере Христовой. Предсказания Ванги о России. Будущее нашей страны было одной из любимых тем пророчества болгарской ясновидящей. Ванга всегда с теплотой относилась к русской земле, потому что считала Россия одна из важнейших духовных опор всего мира. Предсказания ее были разными, однако пророчица всегда подчеркивала роль нашего государства на международной арене. Она утверждала, что именно Россия станет ведущей силой для международного объединения и решения проблем планетарного масштаба. Ну а если говорить дословно, предсказание Ванги в 2022 году дословно звучит так. Великая страна встанет с колен и займет главенствующее положение в мире. Произойдет это или нет, нам предстоит увидеть своими глазами. Война в России. Ванга не предсказала для России новых войн, так что в 2022 году можно вздохнуть спокойно. Напряженные отношения с Украиной постепенно придут в норму. Она предсказала объединение России, Белоруссии и Украины. Сбудутся ли эти пророчества, покажется только время. Но пока можно с абсолютной уверенностью сказать, что процесс объединения не будет легким и быстрым, и одного года может быть мало. По словам Ванги, ключевую роль в становлении и укреплении позиций России сыграет некий Владимир. Под его руководством произойдет развитие бизнеса, появится много малых предприятий, расширится производство. Скорее всего, речь идет о президенте Владимире Путине. Впрочем, будущее страны будет творить именно народ. Выдержало то, выдержит. И это. Главным фактором успешных преобразований станет народ, что не изменит свои ценности и в конце концов вернется к вере. Рождаемость. Ожидает нас снижение рождаемости и большой поток иммигрантов. Россия окажется страной, принимающей всех бегущих от войн, нищеты. Вероятно, укрепление взаимоотношений со странами Ближнего Востока. Такое объединение может Российской Федерации занять ведущую роль на мировой арене. Внутренние волнения. В следующем году нас может ожидать разделение страны на несколько противоборствующих лагерей. Придется выбирать свою сторону. Скорее всего, речь не идет о гражданской войне. Скорее, о политическом расколе внутри страны и началу длительного периода противоречий. Не исключено, что в этот же год начнется отдельные некоторые части страны. Речь идет о Сибири, которая, по словам Ванги, будет процветать к 2030 году. Культура. Примерно к 2040 году Россия станет передовой страной к вопросам культуры и религии. А в 2045 нас ожидает какой-то масштабный культурный кризис. Впрочем, к 2060 году ситуация должна наладиться. Люди и дети. Еще одно из предсказаний говорит о рождении целой плеяды, талантливых людей, которые уже через десяток лет выведут нашу страну на совершенно иной уровень. В первую очередь, как считала ясновидящая, они обратят внимание на космос и смогут открыть ряд новых планет, среди которых будет та, что сможет подойти человечеству для будущей колонизации. Медицина. В 2022 году медицина сможет продвинуться вперед и сделать значительное открытие, которое поможет человечеству справиться с некой болезнью и победить саму смерть. Возможно, речь идет о будущем. Коронавирусе. Будет надеяться, что это именно так. Полезные ископаемые. На богатство российских недр в 2022 году никто посягнуть не сможет. Провидица предупреждала, тот, кто захочет взять чужое, тут же потеряет свое. В это поверить несложно, ведь наше государство хорошо охраняет свои границы и суверенитет. Сельское хозяйство. Для сельского хозяйства в 2022 году будет не из лучших. Сельскохозяйственные предприятия по-прежнему будут сокращаться. Напишите свое мнение в комментариях и верьте в лучшее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!